Дисней ТВ Межрегиональный турнир в Дисногорске по синку-синкай карате Этап первенства Центрального федерального округа по баскетболу И я считаю, что не на настрой, он всегда плохо влияет на такой результат игры Указом президента России 2020 год объявлен Годом памяти и славы В этом году страна отмечает 75-летие Великой Победы, чество ветеранов Тех, благодаря кому эта победа стала возможной В Дисногорске торжественный вечер прошел 13 марта в Центре культуры и молодежной политики Присутствующие те, кто считает своим долгом чтить и помнить историю и героев Родины Среди почетных гостей представители городских организаций, местной и региональной власти Цена победы это 27 миллионов жизней Надо передавать поколение с поколения, надо это помнить Оставаясь частью истории события 41-45 годов Навсегда заняли место в сердце каждого патриота России Одним из современных символов победы стала юбилейная медаль 75 лет победы Великой Отечественной войне Указом президента России Владимира Путина Награда присуждается тем, кто стал участником кровопролитной и судьбоносной войны Фронтовикам, труженикам тыла, узникам концлагерей Очень утромательно и почетно сегодня находиться здесь, в этом зале Я счастлива и горда тем, что я имею возможность Лично посмотреть в глаза этим людям В Десногорске проживает 27 ветеранов Каждый из них внес свой вклад в защиту Родины и в светлое мирное будущее своих потомков Юбилейная медаль – символ благодарности им и символ памяти Которая навсегда останется в истории не только России, но и мира Я считаю, что труженики тыла сделали очень тяжелый труд, который, в принципе, помог нашей армии справиться со страшным врагом Юбилейные награды Российской Федерации десногорские ветераны получили из рук главы города Андрея Шубина Депутата Смоленской областной думы Михаила Лосенко и председателя Десногорского совета ветеранов Игоря Журавлева Таким образом, год памяти и славы в Десногорске был официально и торжественно открыт Олег Соловьев, Александр Графеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ 14 марта в спортивной школе Десногорска прошел межрегиональный турнир по синьку-кусинка и каратэ на призы концерна «Росэнергоатом». В Атомграде такое мероприятие проходило впервые Каратэ продолжает оставаться одним из самых популярных видов единоборств Жесткие и техничные схватки привлекают все новых своих поклонников Кроме этого, каратэ, как и любой другой вид спорта, формируют характер, самодисциплину и уважение к сопернику Турнир по синьку-кусинка и каратэ стал первым подобным мероприятием в Десногорске В нем приняли участие представители Смоленской, Воронежской, Нижегородской, Брянской и Московской областей 60 юношей и девушек от 7 до 16 лет Каратэ – один из самых трудных и жестких разновидностей видов единоборств Для сокрушения противника используются точно нацеленные удары руками и ногами, наносимые в жизненно важной точке его тела Популярность и актуальность спорта подчеркнуты тем, что это боевое искусство впервые включено в программу Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в столице Японии – Токио По итогам турнира участники награждены кубками, медалями и грамотами Отмечено, что мероприятие приведено на высоком уровне и стало примером техничных и профессиональных поединков Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ Очередной этап первенства ЦФО по баскетболу прошел на минувших выходных в Десногорске ЦСП «Динамо Росэнергоатом» встречала гостей из Липецка команду «Митсу Баскет» Игра не обещала быть простой Липчане – уверенные претенденты на бронзу первенства Первый день встречи в субботу атомщики после неудачной для себя первой четверти сумели вернуться в игру и к большому перерыву догнали гостей Счет 31-32 Но уже третий период прошел под доминированием липчан Гости выигрывали эту четверть с разницей в 22 очка Итог игры первого дня – 96-64 в пользу «Митсу Баскет» В воскресенье игра получилась более упорной Первая половина завершилась в ничью – 43-43 Атомщики показали пример настойчивой и слаженной игры Что не раз заставляло понервничать представителей команды «Митсу Баскет» Но опытные липчане все же довели дело до победы – 91-75 На такие игры тяжело все равно настроиться Плюс, конечно, нужно как бы задачу выполнять И я считаю, что не на настрой, а он всегда плохо влияет на такой результат игры Эта игра стала заключительным домашним матчем в первенстве для ЦСП «Динамо Росэнергоатом САЭС» Следующая встреча состоится в Брянске Соперник – баскетбольный клуб «Брянск» занимает второе место в турнирной таблице Олег Соловьев, Александр Графеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ В конце выпуска о погоде 17 марта в Десногорске переменная облачность, возможен снег с дождем Температура днем плюс 5, ночью около нуля На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм В студии работал Олег Соловьев До новых встреч!